...спортивных пар, короткая программа, мы приветствуем американских участников. Линдси Дэвис и Марк Ландвик. Линдзин Джонсон, у них тренер, он работает. Очень хороший специалист. Линдси Дэвис и Марк Ландвик. 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 то я могу сказать «зачёт», 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 «зачёт». Сейчас мы эти элементы рассмотрим более пристально в замедленном повторе. Сможем, может быть, выявить какие-то особенности исполнения. Можно констатировать факт, что единственный элемент в парном катании, который не подвержен влиянию времени, это «тодос назад наружу». Потому что в 60-е годы некоторые спортсмены, в частности Людмила Белоусова и Олег Протопопов, исполнили этот элемент намного лучше. То есть была тяжкая позиция партнерша, была очень близка ко льду. Партнер делал прекрасную циркуль, в отличие от партнерши. Сейчас так низко не опускается партнерша, да? Вот в данном моменте это не кончилось в эту фору. И, конечно, меня, например, смущает моменты, когда вот они сделали параллельный трейнер с альфа, они сделали, по-моему, его хорошо, по-моему, его смотрим. Но в прокате было видно, что они далековато друг от друга. Станция друг от друга, да, с той позиции видеокамеры. Да, все люди должны тоже отразить это в своих оценках. Подкрутка, это она будет или базовая, или первого уровня, то есть не очень хорошего качества. На выбросе девушка сделала ошибку на приземлении. И вот мы видим туда с назад наружу, где партнеры и партнерши стоят на правой ноге, и голова девушки должна пытаться быть не выше уровня колена. И в этом случае получилось, что в какой-то момент она достигла уровня колена, и, наверное, не получила базовую уровень, но не будет. Так, смотрим оценки. 47,05. Это оценки первой американской пары. Если мы разделим вторую оценку, 23 балла на 4, да? Они занимают, естественно, сейчас первое место. То компоненты приблизительно по 5,5 баллов. Их получится.